добрый добрый день всем добрый день кто меня смотрит то меня не забыл у кого я в подписках и колокольчик показал то что первое видео а видео будет о том как все начиналось давайте так скажем то есть это то что я над чем сейчас собираюсь работать вот это большие большие клины будут на 75 процентов дамаск вот почему их потому что не знаю давно что-то не смотрю давно хочется сделать почему дамаск потому что вот частенько меня спрашивают а чтобы нет попроще чтобы подешевле выбирают примеру ту же 8 10 отличные вещи вообще отличный я не знаю почему многие там как говорится ну вроде не знаю туда сюда каждый хочется лучшего я понимаю и потом спустя три там шесть месяцев берут дамаск и говорят да дамаск не вот прям вот вообще прямо небо земля но он получше а получше он тем что он быстрее правится он мягче бреет ненамного на порядок но мягче чем например любая моносталь и поэтому все равно приходит к дамаску некоторые берут сразу дамаск и то есть на этом останавливаются или просто бывает меняют а допустим вогнутую взяли и клин взяли вот для разнообразия в жизни как бы вот так вот происходит поэтому вот начинаю работу было несколько выходных два сам себе устроил полтора принудительно вышло но как бы так как обычно все и давайте еще вам пару слов скажу по поводу там прочих прочих делов это вот примеру вот я опять взял кусок кожи это натуральная кожа вот ведь она какая изнутри вот знаю что многие там говорят да у меня вот там такая кожа у меня всякая кожа молодцы все хорошо все здорово вот толщина кожи это максимально толстая максимально которая была вообще на заводе к жиринам объясню почему вот вы пример берете обувь кожаную взяли вы эту обувь написано кожа смотрите до кожа в итоге это прессовка эту убавку те кто обуви торгуют это прямо называют прессовка что к прессовка это отходы кожи спрессованные на клею в одно целое и то есть в итоге прям так здорово прям здорово прям кожа кожа прям но это не кожа это прессованные обрезки там вот эту пыль хлам с клеем натуральной кожа не может быть толще вот этого варианта потому что я выбирал самый толстый самый что ни на есть прямо толще просто некуда и это 4 миллиметра все все но нет зверей таких может быть у каких то есть там но динозавры вымерли у них не знаю какая была но извините за правду как то вот так вот как наносится паста гои для тех кто наносит пасту гои не для тех кто ее и брезгуют видите как он слегка зеленовато это еще не притерто по ней сейчас бритвка побегает вот эта зелень вообще прям будет еле заметно и потом впоследствии иногда иногда прям совсем иногда добавлять но добавлять это прям опять же чуть-чуть и совсем прямо очень редко потому что этой пасты которые сейчас на ремне ее похвать очень долго дальше по камушкам я снял видео видео у меня на компьютере лежит но я его пересмотрел пару раз советовался и очень понял то что для обычного пользователя это видео будет не нужно потому что обычный пользователь правит на ремне ему этого хватает его больше ничего не надо те кто про поправляет уже бритвы опять в ноль как бы на камушках те уже как говорится сами с усами и мне нужно и то есть вы видите вам как правильно обращаться не нужно не нужна информация какая-то от меня тем более я всегда рублю правду а правда от себя скажу пару прям коротких слов это вот два камушка два лидера которые у меня остались и останутся навсегда навечно ну как вечно сколько я буду жив столько и останутся но вечно я не живу так что понятие вечно растяжимо очень даже объясню почему так все произошло потому что с помощью опять же добрых людей например вадим не прислал два эшера новый эшер старый эшер я их заценил что да как вот форма с мне подарил вот этот камень мой любимый теперь это тот гонси китай то есть он мне подарил еще на гуру шикар прям шикарную на гуру вот камень еще белый который я так еще пока не не познал но дело времени этот я покупал на каяму на авито по дешевке так как и она было править выравнивать и все заново делать но мне это сделать проще чем примерно приоплачивать еще сверху как минимум десяточку как минимум поэтому взял за пятерочку и вот из него сделал как будто человека сделал из него так вот чем они особенно эти камни мне уже он говорил что после любого любого там финишника там десяти двенадцати тысячника искусственного на него укладываю закуриваю сигарету через то есть когда пол сигареты искурина обе стороны уже залипли и причем равномерно по всей длине острия я еще то есть на всякий случай там потаскаю смотрю ну заточка просто шикарная и супер быстрая если после этого камня пустить на ремешок с пасты гой прокатить там раз 60 100 в общем сложности то бритье настолько шикарное что даже удивил меня которую человека который бреется всю свою сознательную жизнь когда мне это первая щетина появилась несколько десятков лет назад с тех пор я ее брею и вот так мне еще никогда не удивляла за . никакая у меня всякие заточки побывали от разных мастеров свои заточки разные то есть не удивляла никогда настолько урмас ты сделал меня счастливее реально объясню как это бреет то есть бритва бежит очень резво и вообще по барабану какой волос и в какую сторону растет она просто сразу моментально резко все это сбривает если бритвку не поджимать как мне ты же делаю пример там помогают ей пройти после этой заточки этого не должны не нужно то бритвка не поранит никогда то есть у вас не будет порезов но бритье у меня ускорилось в несколько раз не в два а в несколько примерно подбородки я там долго клупался примеру чтобы сбрить начисто я не люблю быть так что потому рукой провел и там где-то какие-то пенечки есть я нет я должен быть гладким это гладкое бритье чистое бритье и вот за . вот именно с этого гуанси с камня от урваса сделал меня еще счастливее я бы речь теперь моментально максимально чисто вообще идеально просто на нем уже заточил еще две бритвы импортных клины старинных вообще удивили пошли очень мягко но хватило где-то примерно на одну седьмую часть лица дальше насадится начинает уже драть потихоньку и сильно драть начинает в общем опять бросил в сторону вот бритвка у меня дамасской которые я и бреюсь она всегда стандартно бреет как в начале так и в конце так и последующих любом бритье она всегда неизменно уверенно шьет по щетине я еще раз повторюсь я бреюсь в один проход встречняка ну не понимаю вот эти два прохода первых зачем волос сшибать вершки когда можно сразу корешки поэтому как бы вот так вот второй камень это накаяма вот этот который там 5 плюс плюс как-то у них там по твердости чем он хорош если вот после этого камня шустрого это только повреди за времени все зависит я на нем прошелся прибежался потом положил вот эту накаяму и на ней прямо хорошенько прямо таскал в итоге после камни как поставил этого и после этого на бритье так себе но когда вы после этого камня уже пускаешь на ремешок с пасты горе опять же только там надо раз ну 50 всего где-то прокатить вот после свежей после заточки потом уже там раз подваться то есть здесь в одну здесь другую это все это прям за глаза а вот это первый раз после камнями видовать столько-то таскать вот после этого камня бритье бархатные прям реально бархатные прямо такое ощущение что прямо это какое-то какой-то я не знаю ну она нежно-нежно бритовка бреет так прям все чистенько так плавненько как-то нет этой шустрости как вот на этом камне после этого камня вернее но вот это вот бархатистость бритье какая-то она присутствует после этого камня но она мне не нравится потому что нет драйва мне нужен драйв мне нужна эта скорость чистота четкость какая-то такая вот вот поэтому это мой камень вот этот а это я оставил но просто иногда бывает когда наскучит этот драйв хочется что-то такого бархатного того бритья то есть я вот оставил его ну вот вроде бы я там вкратце рассказал да для чего нужен микроподвод давайте просто вкратце скажу здесь все вот для чего нужен микроподводные ремни видите вот такая вот без микроподвода бритовка втыкается в кожу если захочет воткнуться все зависит от угла и состояния то есть рельефа и состояние кожи и щетины то есть она куда пойдет туда и пойдет а вот такая вот она будет проскальзывать она не будет втыкаться в кожу и это вообще не интересно она будет четко идти по глади и вот это стриё вот это микро это зазор он будет рубить щетину все вкратце все сказал никаких больше видео там компрометирующих там с грубой правдой ничего не будет а на этом стоп и посмотрим что у нас будет получаться из этих вот вариантов хочу протравить их в итоге когда надеюсь все получится протравить особенно немножко нестандарта но это просто пока задумка посмотрим что выйдет вот все что я успел сделать за целый день это грубо ободрать подготовить как бы для термообработки сейчас еще подумаю может где-то что-то пропустил где-то что-то не углядел но вот так вот они вот в общем вот выглядит так перед тем как быть закаленными процесс такой термообработки выглядит звучит простенько но очень-очень ответственный момент вот такие вот меня варианты грубой обдирки ну да тут я клином сделал примеру у этого полукруглый а тут что-то меня потянул на какой-то филинью не знаю надеюсь не испорчу в итоге так тут тоже вот полукруглый вот как-то так сыренький еще вот ну вот я и думаю все сейчас я пойду термообрабатывать так сказать снимать эту грозищу не буду смысла вообще но никакого но еще хочу добавить от себя несколько слов по поводу заточки у меня все бритвы бритвы которые производились ранее ранее это вот ну может там месяца два-три назад и так далее то есть и прошлое и позапрошлое там какие-то года все бритвы заточены и они успешно бреют но заточка такая все-таки я бы назвал ее между финишем и предфинишем поэтому многие хотят взять вот этот вот именно даже вообще предфинишем многие желают ноги вообще не заточены мне бы я хочу сам ее заточить сам хочу ее довести это специально такие люди есть которые вот именно хотят свою бритву сточить сами под себя как они это привыкли делать но больше 50 процентов людей которые хотели бы получить бритву уже полностью доведенную до состояния прямо шикарного бритья поэтому так как мне просто и по времени и физически но невозможно переточить весь мой склад я могу приточить это надо я буду сидеть вот как минимум полгода буду фигачить поэтому заказывайте бритву пишите там комментарии к заказу звоните и там говорите как угодно просто на электронку там еще как-то в общем связывайте со мной если вам интересно такой вариант то есть что получается я беру бритву со склада до этого мне как бы сказали что вот хочу То есть, сделали заказ и хочу Заточку То есть, финишную Давайте так вот проще скажем Все, я беру вашу бритовку И принимаюсь ее точить Выгадываю время И занимаюсь заточкой Единственный недостаток того Что Я просто задержу вам отправку Понимаете Это может быть на день Это может быть на два Когда прям супер загрузка Это может быть даже на три дня Но это вряд ли, конечно же, но все же Поэтому я вам просто не обещаю Прям вот моментальную отгрузку То есть, вот заказали, я вам прямо сейчас отправил Или сегодня же, вот вообще никак не обещаю В этом случае Но имейте ввиду, что этот момент Рабочий Обсуждается И он имеет место быть Вот так вот Пойду я термо вырабатывать А с вами увидимся Уже по готовым Клинкам Когда они были полностью Выполнены Все, спасибо за внимание Ну, пока Увидимся